Всем привет! Меня зовут Олеся, добро пожаловать на мой канал! И я вас приглашаю сегодня обсудить черную пятницу и поделиться своими хотелками друг с другом. Я расскажу вам про свой косметический виш-лист и буду благодарна, если вы тоже расскажете, что бы вы хотели купить на черную пятницу. Причем делитесь, пожалуйста, ну не только своими косметическими хотелками. И я отлично осознаю, что, наверное, в этом году, 27 ноября, не так-то много людей будет участвовать в этом шоппинг-забеге, в этой традиционной вакханалии ежегодной, ну потому что реально у многих людей пошатнулось финансовое положение. Моя ситуация не исключение. Ну и кроме того, вы знаете, 27 ноября будет две недели спустя после моей операции на лице, которая будет послезавтра. И я вот как-то очень сильно сомневаюсь, что, во-первых, для меня будет целесообразно покупать косметику, а во-вторых, что у меня будет желание этим заниматься, вот я встану с утра, перебинтованная. Но я также считаю, что почему бы не помечтать, почему бы не посидеть и не поковыряться на косметических сайтах, не побросать в корзинки всякие свои хотелки, это дает позитивные эмоции. А потом я также поняла, что когда мечтаешь, когда что-то желаешь, формулируешь свои мысли, то это скорее появляется, нежели если когда-то этого не делаешь. Поэтому это просто такое легкое, ненапряжное видео. Я просто вам расскажу, что я, как Олеся Барзаева, не бьюти-блогер, который рассказывает о новинках, а просто вот как бьюти-энтузиаст хотела бы себе на черную пятницу. И я, пожалуй, начну с ухода, потому что это все-таки самая малочисленная группа у меня здесь. На самом деле уход мне по большому счету не нужен. У меня много всего, и это все закончится не так-то скоро. Но если бы я все-таки хотела сосредоточить свое внимание на уходе, я бы обратила, наверное, внимание на один единственный бренд, на бренд Medi-Key, который продается на Look Fantastic. И я уже попробовала несколько средств от этого бренда. По-моему, у меня в арсенале сейчас 4 средства, и все либо очень хорошие, либо супер-классные. Например, я с огромным бы удовольствием повторила бы средство с салями меди. И я оставила бы определенно это средство до, например, лета, до поздней весны, потому что оно себе регулирует прекрасно. У меня себе профицитная кожа, мне нужна себе регуляция. И как кожа отлично смотрится и ощущает себя именно с этим средством, не могу вам описать, это нужно вот прям пробовать. Вы знаете, я хвалю уход, например, от разных брендов. И действительно, они все помогают идти в определенном направлении. Да, сохраняют красоту, молодость. Но я это сравниваю, наверное, с автомобилем. Из пункта А в пункт Б можно попасть, например, на Запорожце, а можно на классном джипе. Ну, во-первых, на джипе ты доедешь туда гораздо-гораздо быстрее. И с большим комфортом. Но как бы и то, и другое едет туда, в пункт Б, например, из пункта А. Так вот, для меня уход от бренда Мэдди Кэй – это как раз олицетворение этого самого джипа. Итак, что бы я хотела? Во-первых, я бы купила несколько средств с ретинолом, потому что ребята из бренда экспериментируют с формулами и внедряют самые передовые, современные, щадящие формулы ретиноидов. И меня интересуют средства как для лица, так и для глаз. Сдается мне, что сыворотка, которая предназначена для лица, на самом деле может использоваться, в том числе и на коже вокруг глаз. А для того, чтобы получить вот этот статус, да, можно использовать вокруг глаз, нужно, наверное, заплатить какие-то дополнительные деньги. На самом деле это только в теории, потому что оба средства очень дорогие. И в одном, по-моему, 15 мл, в том, которое предназначено вокруг глаз, а в том, которое для лица, по-моему, все-таки 50 было мл, если я не ошибаюсь. Я бы повторила с огромным удовольствием пептиды, например, от Мэдди Кэй. Это совершенно чумовое средство. И я бы попробовала, например, впервые умывалку от бренда Мэдди Кэй, которая как будто бы очень мягкая, как раз для такой чувствительной кожи, как у меня. Если же говорить про декоративную косметику, то мой список очень странный, потому что я его составляла не как для Олеси, которая бьюти-блогер, которая старается обозревать новинки, а как для Олеси бьюти-энтузиаста, который пропустил некоторые интересные позиции. Но, тем не менее, одну новинку я все-таки записала в хотелке. Это, конечно, палетка с триохромами от Наташи Динона. Я смотрела обзоры, я видела, что нам не доложили триохромов. И тем больше, кстати, у меня появилось желание приобрести все-таки абсолютно все пять оттенков жидких теней триохромных от Наташи Динона, потому что вот они по-настоящему переливались. Вы знаете, я видела эти сравнения, когда девчонки наносили вот эту троицу из палетки на глаза, ну, вернее, на один из глаз, а на второй глаз они наносили как раз вот этот жидкий триохром. И он смотрелся не в пример, более эффектно. И я, наконец-то, возжелала. Блогеры долго меня давили, прессовали, можно сказать. И вот, наконец-то, это включено в мои хотелки. Потому что первоначально я говорила, мне жидкие тени не нужны от слова совсем. Я от них уже отвыкла, отошла, использую только в качестве подложек. Но некоторые девочки, мнению которых я доверяюсь, например, Маша Выбер, говорят, что они не скатываются даже на таких веках, как у нас. Ну, то есть, когда есть трение между подвижным и неподвижными веками, когда есть некое нависание. Короче, я захотела все пять оттенков, но и палетку захотела, даже несмотря на то, что там не все триохромы, что называется триохромами, потому что другие оттенки тоже вызывают у меня интерес. Верхний ряд мне не понравился. Вот этот желтушный, зато понравился средний ряд, потому что он фиолетово-розовый, когда я отказывалась от фиолетово-розовых оттенков. И мне понравился нижний ряд, который зелененький. Следом, я бы еще, наверное, от Наташи Динона хотела бы бронзовую палетку. Вообще, это совершенно нелогичная хотелка, потому что я крайне редко делаю бронзовые мейки. Ну, правда. Я чаще всего предпочитаю либо персиковые в обычной жизни, либо розоватые, либо на крайня какие-нибудь такие песочно-коричневые. Но очень редко я использую золотые тени и еще реже бронзовые. Но вы знаете, так описывают качество этой палитры, что меня вот искренне заинтересовало, насколько оно отличается от другой палетки, которую я уже успела продать, в таком же формате. Я, конечно, говорю о палетке Love от Наташи Динона. Там мне качество не понравилось совершенно. И вот хочется, собственно, сравнить. Единственная тональная основа, которую я хочу на Черную Пятницу, она от Huda Beauty. Ну, во-первых, изначально меня это заинтересовало, потому что у самой Huda кожа такая плотная, она такая достаточно пористая, и, по-моему, она тоже у нее жирная. И я сразу подумала, что, возможно, это может не подойти. Хотя, в принципе, да, формат такой, он не предполагает использование на жирной коже. Ну, потому что она не должна схватываться, раз она в стике, иначе она бы застыла в этом самом стике. То есть ее нужно вот как-то прям усаживать. Но вы знаете, столько положительных отзывов от людей с жирной кожей, что я, в общем, засомневалась и захотела, и теперь уже точно хочу. Даже выбрала для себя оттенок. Шарлотта Тилбери, в общем, продолжает меня манить, несмотря на то, что у нас с ней как-то отношения не сильно складываются. И я захотела попробовать ее знаменитую прессованную пудру, которую очень многие люди хвалят, и говорят, что она реально крутая. Не сложилось у меня с бронзером, слишком на мне какой-то желтушный, с тенями. Ну, правда, я пользовалась только пока только одной палеткой, которая и была признана в бренде самой неудачной. Я, как человек неконфликтный, продолжаю налаживать контакт с брендом. Еще я бы хотела купить, наверное, цветную палетку от бренда Визиарт. Я большая поклонница палетки с матовыми оттенками в теплой гамме от этого бренда. И еще больше я люблю нейтральную палетку от бренда Визиарт. Удивительное дело, но я продала холодную первую палетку от Визиарт, потому что она мне не нравилась по качеству. Тени были туговатыми, тени были тверденькими такими. Ну, и по цветопередаче они были не идеальны. Но вот эту цветную палетку хвалят, в том числе хвалит Натали, на мнению которой я, конечно же, доверяюсь, и я хочу ее. Тушь от Benefit Bad Gengale я бы все-таки заказывала, наверное, на Каут Бьюти. И вообще большую часть этой косметики я предполагала бы заказать именно там, на Каут Бьюти, потому что, во-первых, там есть вычет налога. Он, правда, сейчас есть, по-моему, и на Space NK. Но я недавно оттуда заказывала, заказывала палетку от Hourglass. И они доставили в местное почтовое отделение, ну, то есть на почту России. А сайта Каут Бьюти мне домой приносят. В общем, для меня это, конечно, предпочтительно. И почему же бы я там заказала тушь от Benefit Bad Gengale, которую я очень люблю, и которая делает мне ресницы едва ли не до бровей, несмотря на то, что она есть как бы в Ильду Батте и в Сифоре. Я сравнила две туши, которые я покупала там и там, и выяснилось, что на Каут Бьюти тушь жила гораздо дольше, чем та, которую я купила здесь в России. Тут нет никакой теории заговора, нет. Я думаю, речь только о том, как это дело хранилось. Вот. И гарантий, конечно, нет, что оттуда приедет классная, оттуда нет. Ну, просто раз были бы скидки, я бы заказывала, я бы просто до кучи кинула бы туда. Кстати, туда бы я кинула еще, наверное, и Бьюти Блендер. Я тут недавно как-то посмотрела на все свои спонжики и вдруг осознала, что, например, спонжи от Наташи Шик я уже меняла несколько раз. Спонжи от Риотик Никс я уже меняла много раз. А спонж, который от Бьюти Блендер, который стоит гораздо дороже вот этих предыдущих, я не меняла никогда. А ему уже года три. Да, я им пользуюсь так же, как и всеми остальными, то есть поочередно. Я уже пошла и купила по полной цене здесь, в России, по-моему, за 1400 рублей. А нет, это все-таки была скидка, потому что по полной цене это 1800. Но мне достался только розовый спонжик, а я бы хотела нюдовый. У меня был нюдовый, и он был вот настолько выносливым. И плюс с него не текла краска, как с этого розового. В общем, нюдовый спонжик я кинула себе в корзину на Калт Бьюти. Следом. Все, по-моему, на Калт Бьюти закончились. Хотелки, и после этого я бы пошла на Бьюти Бэй. На Бьюти Бэй я предпочитаю заказывать то, чего нельзя заказать на других сайтах. Это Набла и Мелт Косметикс. От Мелт Косметикс все, что я хотела, я уже купила, но вдруг вы будете чего-то себе покупать. Посмотрите, пожалуйста, мой обзор на палетку, которая называется She's in Parties. Вот просто от души ее советую. Ну, насколько красивая палетка, ну, насколько она смотрится выигрышно на глазах, особенно на зеленых, как говорится, ни пером написать, ни что-то там еще было. Поэтому очень советую. И вторая палетка, любимая от Мелт, это Smoke Session Palette, самая зеленая из всех зеленых моих палеток. Еще бы я, конечно, заказала бы там Наблу. Все еще манит меня новая палетка от Наблу, она уже появилась на Бьюти Бэй, но я осознаю, что когда я ее получу, я буду вся перебинтованной. Я не стала ее заказывать, а палетка называется Side by Side Nude Palette. До меня стали доходить противоречивые отзывы на эту палетку. Прекрасный отзыв сделала Аня, и я оставлю на нее ссылку внизу, она говорит на русском языке, естественно. И вообще, Аня большой поклонник бренда Набла, и если Аня отнеслась к палетке все-таки скептически, то нужно довериться ее мнению. Но все равно хочется, вот просто так и тянет, просто хочется из любопытства потыкать в нее пальцами. И вторая палетка, которую я хочу от Набла, это Cutie Palette Platinum. Я ее не покупала, это было, по-моему, полтора года назад, когда она вышла, но она до сих пор, знаете, вот как-то немножко берегит мое сердце. Может быть, я бы даже ее и купила. А, кстати, от себя хочу посоветовать однушку от Набла. Да, стоит она как бы там рублей 800, но она клевая. И эта однушка называется Selfish. Это такой дуахром, и он темно-фиолетовый, и он мерцает зеленью. И этот шифт в нем, этот перелив, он виден. Просто я вот недавно доставала все свои дуахромы, их сравнивала, и я нанесла это на руку, и думаю, блин, что же я не пользуюсь? Ну, это правда, так красиво. В свое время я очень часто пользовалась этой однушкой. Ну, и, пожалуй, все. Все, я озвучила весь свой список, хотела. Пожалуйста, тоже рассказывайте мне, что вы хотите купить. Особенно, кстати, интересны даже бьюти-приборы. Я знаю, что многие хотели купить New Face именно на Черную Пятницу. Я надеюсь, что вам удастся это реализовать. Я советую этот прибор. Меня спрашивали многие люди, но только в том случае, если вы будете пользоваться им, и в том случае, если вы склонны к отекам. Я не заметила особенного антиэйдж-эффекта от этого прибора, но противоотечные свойства я оценила. И я не прошла вот этот курс, который заявлен производителем, мне лень. Я достаю свой прибор только тогда, когда я встаю как рыба-фугу, раздутая. И только тогда я начинаю этим делом водить, и как бы отеки уходят. Поэтому, конечно, вам нужно взвесить все за и против, потому что это слишком дорогой прибор, ну, скажем, для достаточно такого скромного действия. На этом я завершаю сегодняшний ролик. Я надеюсь, что он был для вас полезен. Огромное спасибо, что провели время со мной. Делитесь, пожалуйста, своими комментариями. Мне будет интересно все это почитать. И я, конечно, буду признательна за палец вверх, за палец вниз, за перепосты в социальных сетях. Это огромная поддержка. Я вас сердечно обнимаю. Спасибо, что вы смотрите мои ролики до конца. Спасибо, что не ругайте меня за эти объятия. Вот. Но мне кажется, что виртуальные объятия в 2020 году это самое оно. Берегите, пожалуйста, свое здоровье. Ни в коем случае не болейте. А если все-таки заболели, то поскорее выздоравливайте. Я желаю вам крепчайшего здоровья и увидимся в другой раз. Не знаю, когда. Субтитры сделал DimaTorzok